Я не могу выполнять сложные асаны. Знаете, это вообще не требуется. Для того, чтобы заниматься йогой и получать хорошие, качественные, большие результаты, вообще не требуется делать сложные асаны. И даже я бы не рекомендовал начинать со сложных асан. Все усложнения появляются с расширением возможностей. Появляются возможности, появляются и усложнения. И если вы хотите делать какие-то сложные асаны, то лучше начать с простых, с подводящих. То есть сложные асаны – это комбинация нескольких асан. Практик, который может делать простые, он просто берет одну, вторую, третью асану и их комбинирует, получает тройной результат от какого-то одного простого, для него простого такого упражнения. А все начинается гораздо проще и гораздо эффективнее. На начальных этапах большинство практиков буквально чуть-чуть туда-сюда потянулись, уже все тянется, работает. И это очень здорово. Не требуется какого-то вызова прямо в каждой фигуре. Его достаточно, в принципе, должно быть достаточно, но это не должно быть невыполнимо. Вот. Поэтому то, что вы не можете выполнять сложные асаны, в общем-то, я не могу выполнять сложные асаны, просто сложность у всех своя. Вот. Я не могу выполнять сложные асаны для меня. Вы не можете выполнять сложные асаны для себя. Главное в йоге это саморазвитие, а не гонка и не сравнивать себя с кем-то Вот поэтому для кого-то это сложно, для кого-то это просто Вот практика развивается, тем она интересна, что практически бесконечно Бесконечно можно развиваться, улучшать себя и с помощью йоги Это очень-очень просто, интересно и увлекательно Поэтому что? Поэтому жду вас на занятиях На связи был Денис Валгутов, увидимся Продолжение следует...